Клуб доживает последние дни Сразу скажем, что ситуация на данный момент уже успела стабилизироваться, но за последние пару лет «Луч» мог обанкротиться уже не меньше трех раз. При этом игроки почти никогда не трубили о долгах по зарплате, и попадала эта информация в СМИ либо только через РФС и независимые источники, либо после нескольких месяцев, когда об этом уже нельзя было молчать. Такой сценарий стал плохой традицией для нашей команды. Но связаны ли все эти проблемы с бюджетом клуба? Во времена премьер-лиги я могу только догадываться, каким был бюджет, а так в среднем 300-350 миллионов в год. Формируется из трех источников – краевой бюджет, титульный партнер и собственная коммерческая деятельность. Конечно, львиная доля, а точнее 60% – это партнер. В этом году мы лишились его поддержки. Партнером и буквально отцом и матерью клуба долгое время была ДЭК. Энергетическая компания после скандалов попала под шквал критики за то, что кинули якобы команду. Даже губернатор не остался в стороне. А между тем ДЭК действительно еще в конце прошлого года заявляла, что поддержка будет продолжаться. Но это были слова. Сами энергетики отказались комментировать выпады в свою сторону, но отметили. У нас не было никаких договоров на бумаге, контрактов, обещаний. Фактически мы не были официальными спонсорами. Это было сотрудничество в рамках некоммерческого партнерства, добровольная помощь. В декабре 2015 года мы уведомили команду и других спонсоров о выходе из данного партнерства. То есть никаких неожиданностей в этом плане не произошло. Поэтому, если верить последним, то в руководстве клуба чего-то недопоняли и повели команду прямиком в никуда. Хотя тот же Голубчиков неоднократно сообщал о том, что команда ищет новых спонсоров и даже планирует избавиться от приписки «Энергия» в названии. Я не представляю название «Зенит Газпром» или «Спартак Лукойл». Почему мы «Энергия»? Мы «Энергия». Поэтому, возможно, по ходу сезона надо смотреть регламенты, но приставка «Энергия» она не делает. Что в итоге? За последний год круговорот людей в команде достиг рекордных показателей. Приобретенная весной 2016-го дюжина игроков покинула клуб буквально через пару месяцев. Уходя, откровенно заявляли, что главная причина – долги по зарплате. В июле пришла новая дюжина футболистов. Пара недель тренировок, несколько матчей стартовавшего сезона и колесо «Сансары» вновь сделало оборот. Деньги не платят. Вдобавок, Голубчикова отстраняют на полгода за подделку документов. Параллельно с этим футболистов выгоняют с их съемного жилья на кампусе ДВФУ. Чувствуя, что потенциальный конец близок, в игру вступили болельщики со своим видением ситуации. За время управления клубом Александром Голубчиковым и Андреем Донюковым клуб погряз в череде скандалов. Сегодня футбольный клуб не имеет актива в виде стадиона, ликвидных игроков. Зато имеет миллионные кредиты, долги, полуразрушенную базу, постоянные многомесячные задержки по зарплате перед футболистами и персоналом. Мы устали терпеть, что нас держат за дураков. Вслед за фанатами помощи попросили и сотрудники футбольного клуба. Задолженность по зарплате на тот момент приблизилась к пяти месяцам. Персоналы тренера детской школы ушли в отставку. Из-за финансовых долгов «Луч.Энергия» закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через нашу школу прошли десятки тысяч юных футболистов. Все может закончиться в преддверии 60-летия клуба, первого в истории чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддерживать детский футбол как спорт номер один в мире. Я считаю, главная команда – это наш старший брат, да, мы младшие, и друг без друга мы жить не можем. Хотелось бы, чтобы все нормализовалось, чтобы было нам на что есть, на что кушать, одеваться и так далее, чтобы у нас семья было в порядке, у тренеров тоже. Потому что, ну, сами знаете, когда человек приходит домой, а дома жена говорит, что, ну, зарплата, зарплаты 5 месяцев нету, ну, люди начинают искать какие-то выходы для существования. Безусловно, наши мальчишки регулярно посещают игры «Луч.Энергия». Более того, они постоянно участвуют в выводе игроков на поле, очень гордятся этим. На мой взгляд, это важно, потому что они приобщаются к высокому спорту, знают всех игроков по фамилиям, смотрят игры, обсуждают их, знают, следят за нашим чемпионатом страны. То есть родители тоже, естественно, в курсе благодаря сыновьям. Я написал Владимиру Владимировичу Пучину, чтобы не закрылся наш клуб «Луч.Энергия», чтобы мы с тренером играли, с командой всей, чтобы тренер нас обучал, и чтобы мы добивались успехов. Верните детям лучшую одежду! Ситуация вообще, конечно, непредсказуемая, мы вообще не понимаем, куда стучаться, куда трезвонить. На команду, я не знаю, в команде всего три месяца нахожусь. На команду не обращает внимания никто, ни руководство, города, края. Вот мы сейчас собрались, нас попросили в последнюю игру не предпринимать никаких акций, сыграть игру. Мы сыграли, вышли, выиграли игру. Опять проходит 3-4 дня, тишина, там, выборы прошли, не выборы. Ну, команда решила, что не будет выходить тренироваться до того момента, пока нам не выплатят все задолженности, зарплаты и премиальные, и не, скажем так, станут отвечать за свои слова. Спустя некоторое время глава ФНЛ Игорь Ефремов лично прилетает во Владивосток, чтобы спасти клуб, решая проблему через министра спорта и главу региона. И, видимо, это сработало. О клубе вспомнили власть имущие. К футбольному клубу «Луч Энергия» направили из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы погасить задолженность по зарплатам футболистам и работникам клуба за несколько месяцев. Откуда нашлись лишние 30 миллионов, неизвестно. Но было обещано, что теперь зарплата будет приходить регулярно и без задержек. Дела, по словам игроков, стали налаживаться. Появились деньги, появился и персонал на работе. И детская школа вновь живет по расписанию. А между тем, пока еще «Луч Энергия» – обычный бюджетный клуб, каких большинство в нашей стране. Особенность их в том, что их невозможно спонсировать на постоянной основе. Какую выгоду получит будущий спонсор от команды, на чьи матчи теперь изо всех событий ходят единицы. Максим Яковлев, Василий Косилов, Станислав Лазебный, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.